Месяц назад трагедия в Затоке унесла жизни четырех людей. Причиной всему стал шторм и отсутствие спасателей. Изменилась ли ситуация в разгар туристического сезона, узнавала Кристина Немченко. Месяц назад трагедия в Затоке взбудоражила всю Украину. 14 июня во время шторма утонули сразу четыре человека. Такие были дни, чтобы понимать, но там страшно было заходить даже на край берега. Тогда группа подростков из Тернополя приехала на музыкальный фестиваль. В тот день они отдыхали на пляже в Затоке. Во время шторма подростки зашли в воду, волны затянули их на глубину. Спасать двоих детей бросились директор коллектива и один турист из Хмельницкой области. Все четверо утонули. Предупреждения о запрете купания в шторм на пляже попросту не было. Никто никого не предупреждал, что это был шторм. А люди, которые не живут около таких морей и водоемов, которые речки спокойно не могут отличить волну от шторма. Соответственно, предупреждений не было, табличек нет. В тот злополучный день не было и спасателей. Вместе с активистами мы проверили соседнюю курортную зону в Каролина-Бугас. Пляж на базе отдыха «Чайка» находится в самом сердце курорта. Здесь, к счастью, есть береговая охрана. Но удостоверение они получили всего за несколько часов. Обучали, сказали, подплыть. Но надо спокойно подплывать, чтобы человек тоже не начал тебя дать. Санитироваться надо. Аккуратно взять, вытащить. То есть, если человек уже набрался воды, делать прямой массаж сердца, рот-рот. Нам объясняют, главное в этом деле – физическая подготовка. Береговая охрана здесь дежурит 24 часа в сутки. Если нужно далеко плыть, на этот случай есть лодка. Внутри имеется спасательный круг и жилеты. На вид очень старые. Лодка, она хороша тем, что если человек далеко заплыл от берега, естественно, на ней можно поплыть, если он не возвращается, и человека вернуть в зону купания. Рядом дежурят спасатели на гидроцикле. Эти ребята внушают больше доверия. Рассказывают, обучались несколько месяцев. Чтобы управлять водным транспортом, получили права. Только что они вытянули из воды отдыхающую, которая далеко заплыла на надувном матрасе. Я доплыл к ней, поинтересовался, она увидела, что она в сознании. Я взял ее на буксир, грубо говоря, за руку. Намочил ей голову, то есть она пришла еще более-менее в сознание. Дотащил ее до берега. Ну, как бы все нормально, никакой критической ситуации не было. Девушка была без головного убора и едва не упала в обморок. Вместе со спасателями едем ловить еще одного нарушителя. Уберечь себя от несчастного случая можно. Если соблюдать простые правила безопасности. Не заплывать далеко, как бы, и в нетрезвом состоянии тоже не заплавать. В шторм купаться. Очень-очень опасно на матрасах этот шторм. В море уносит матрасы. Потом пытаются плыть за ними. Получается так. Был такой случай, что заплывали, но не в этом году. Было такое, что в нетрезвом состоянии заплыли на матрасе, утонули женщины и мужчины. Активисты уже вынесли вердикт пляжу. Мы увидели, есть у нас на месте спасательные посты, вышки. Мы увидели подготовку, мы увидели документы, которые пришли спасатели на этих пунктах. Мы увидели документы, которые исследование дна. То, что в обязательном порядке необходимо для получения паспортизации этого пляжа. Но пятерку ставить еще рано. Туалет действительно необходимо довести в надлежащее состояние. Дальше объекты, торговые объекты, чтобы были действительно подготовлены документы, для того, чтобы они были предоставлены. Могу сказать еще, что немножко надо о культуре, скажем так, полы сделать на спасательных вышках, на второй. Потому что одна подготовлена, а на второй мы не увидели. Через неделю активисты обещают вернуться с еще одной проверкой. И добавляют, рейды такого рода могут стать регулярными. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, Константин Гак, 7 канал.